Всем привет из Израиля! Друзья, это внеплановое видео. В связи с такой вот у нас не очень хорошей обстановкой на севере Израиля, вы начали задавать вопросы, поэтому я решила уже записать это видео. В качестве закадровой картинки сегодняшняя моя прогулка после работы позади Хофа Кармели, я направляюсь в сторону Бодгалимы. Посмотрите, какие прекрасные у нас пейзажи. У нас сейчас все цветет, поля, луга, то есть очень много таких вот цветов полевых красивых. И вот я шла по дороге, все это также скидывала в телеграм для моих подписчиков. И вот остались кадры, поэтому сейчас делюсь с вами этой красотой. Ну а я продолжаю рассказ. В связи с последними событиями с нашими соседями на севере Израиля, обстановка, конечно, сейчас напряженная, об этом пишут в СМИ, но паники как таковой нет. Я не увидела в магазинах, чтобы все сметали, как это было 7 октября, после 7 октября, когда службы тыла сказали, чтобы был запас продуктов и воды на 3 дня, и сметали с полок все продукты и также воду. Если кому интересно, на канале есть плейлист «Война в Израиле», там я показывала как раз магазины, что творилось в тот момент, что действительно не было продуктов, не было воды в магазинах. Ну потом все это успели возместить, и вот сейчас банки, да, такая вот ситуация, что люди могут начать снимать наличку, и что тоже может привести вот к такому, как вот было с продуктами в октябре месяце. Вот, ну опять же, цехал нас успокаивает, что все готово, и паниковать не нужно. Ну как будут события, есть на это, конечно, военные эксперты, я не военный эксперт, но в принципе, я только вот лично сама, я читаю СМИ, вот прочитала про банки, прочитала также, что в магазинах может быть ажиотаж, ну как такового нет, я не увидела, чтобы разговаривала со знакомыми, чтобы все кто-то бежал, переживал, нет, люди гуляют спокойно по набережной, чуть подальше вы увидите кадры, там свадьба будет проходить, то есть сейчас народу поменьше, потому что времени еще не так много, а чем ближе я шла на Бодгалим, народ прибавлялся, вот, и все гуляют, все спокойно. Также я прочитала в СМИ, что, возможно, будут север отселять, ну так вот, сейчас уже приграничные населенные пункты, там действительно народ практически не проживает, уже отселили до сих пор, вот в Хайфе у нас, в гостиницах люди живут с севера, гостиницы все переполненные, поэтому, возможно, может быть, еще отодвинется, как бы границы людей отселят. На днях были обстрелы на Арии и близлежащие населенные пункты, вот то, что я знаю. Сегодня, вроде бы как, отключили GPS в центре, но мы-то уже привыкли, что в СМИ писали, что, типа, в Тель-Авиве теперь проживают в Беруте, мы-то уже привыкли к Беруту. Я постоянно периодически говорю об этом, что Google не работает, и нас ведет все через Берут, и я даже, по-моему, как-то показывала в одном из видео, что переключается, и действительно дорога ведет в другую сторону, вот, мы уже к этому привыкли, потому что GPS глушат у нас в Израиле, ну, чтобы не было никаких эксцессов со стороны наших соседей. Вообще, время от времени у нас, конечно, раздаются взрывы, народ пугается, потому что идут испытания. У нас неподалеку есть завод, где проходят разные испытания, и вот сегодня также успокаивали народ. Если вы услышите взрывы, это не Иран, не пугайтесь, это проходят испытания, опять же, очередные на заводе. То есть, чтобы люди уже были спокойные, потому что, конечно, вот такая ситуация нагнетающая, но вот хорошо, что в СМИ все-таки наш израильский, еврейский юмор, все-таки народ умеет разряжаться. Поэтому, конечно, будьте спокойны, не нужно паниковать. Я прекрасно понимаю, особенно близких и родных, которые находятся за границей, у кого дети, внуки у нас здесь в Израиле. Это, конечно, очень тяжело, что в любой момент может начаться война на севере. Будьте все-таки спокойны, потому что берегите свое здоровье. Раньше времени паниковать не надо. Я показываю в этот момент как раз. Это Тель-Шикмо на древний город, это остатки древнего дворца. А вот полюбуйтесь, как раз там мозаика, и цветут маки на этой мозаике. Я все хотела заснять, но все огорожено, и туда не попадешь. Поэтому вот вокруг, да, около походила и поснимала. Вот тоже раскопки на Шикмоне. Древнее поселение, еврейское. Так что земля Палестина, но жили здесь евреи. Много веков назад, это еще до нашей эры, если кому интересно. Ну, не раз уже показывала Тель-Шикмону это место, рассказывала много раз об этом. Вот и сейчас такой период, что очень-очень все красиво. Видите, столько полевых цветов. Цветут колючки-колючки сейчас во всей своей красе. Как видите, они розовые, высокие, там чуть ли не под полтора метра. В общем, радуют нас своей красотой колючей. Поэтому отвлекайтесь, больше гуляйте на воздухе, меньше смотрите новости. Не надо сидеть 24 на 7 в этих новостях, хотя, конечно, это очень сложно, понимаю прекрасно. Но прочитали и пошли делать свои дела. Сейчас прекрасная погода. Сегодня мне сестренка прислала видео в Казахстане. Там реки текут. Я уже, конечно, от такого отвыкла. Но там реально потоп, снег лежит. И вот эти реки прям, вот этой грязи, ручьи такие огромадные. А у нас вот все цветет. Поэтому выходите на улицу, радуйтесь весеннему солнцу. Отвлекайтесь, отвлекайтесь от этой ужасной ситуации. С мужчиной сейчас разговаривала. Он говорит, что много-много этих прахим цветов. Там направо сейчас повернуть. Там, говорит, целые охапки. Люди идут, восхищаются. Он говорит, я каждый день тут хожу и любуюсь. Вот еще красивая такая дорожка, где обычно, ну, как типа дикий пляж. Рыбу лают рыбаки, и люди загорают здесь. Здесь такие вот небольшие лагунки. Но единственное, что все равно камни на дне, и не очень удобно заходить в воду. Эти кадры я снимала для Телеграма, как раз рассказывала. Для Ютуба я хотела сделать отдельное видео. Ну, так как ситуация такая, решила поэтому все совместить. На этом я буду заканчивать свое видео. Но не отключайтесь. Сейчас в завершении как раз покажу вам. Я проходила, была свадьба, и очень красиво играла музыка. Надеюсь, Ютуб мне разрешит эту музыку. Если нет, то мне придется тогда уже убрать звук. Ну, все, пока-пока. Ух ты, свадьба, наверное. Все смотрят. Я уже не первый раз здесь видела свадьбу. Музыка красивая. Смотрите, все блестящие такие. Ой, какая музыка чудесная. Все идут, смотрят. Свадебная машина. Конечно, интересно было посмотреть жениха и невесту. Обожаю смотреть на молодых. Ну, конечно, как же без вас. Правила дорожного движения. Вы это видите? Муравьи тут кто куда. Таким строем ровненьким. Приятного ровного движения. Пока. Продолжение следует...